I am a mixer! Ах, поглотят нас в магазинах. Итак, мы делаем Оскар лучший подписчик и разыграем его у нас в комментариях. Сейчас мы сделаем сначала, потом расскажем правила. Мы берем 100$ и спускаемся вниз в игровой автомат и пытаемся разуздать это заведение. Прямо на духу. Ну что ж, как говорят, самый лучший бизнес – это бизнес, построенный в изураках. Лайфхак. На канале Шпиньков. Это потрясающе. Кто любит фитнес и хочет с ними что-нибудь подкачать, вам сюда, в Сан-Франциско. Короче, если у вас есть машина, катайтесь по Сан-Франциско на машине. Сегодня довольно снежный день, 27 января. Ну да. Мы сейчас находимся в аэропорту Шири Митева. Вылетаем в Лос-Анджелес. Мы решили себе устроить поездку по Калифорнии. Но многие говорили перед поездкой, что Америка очень дорогая страна по сравнению с тем же Таиландом и так далее. И когда мы собирались, покупали билеты, бронировали отели, мы столкнулись с тем, что это совсем не так. Мы вообще не подозреваем, что на самом деле в Таиланде можно потратить намного больше денег, чем в той же Америке. Я думаю, что не намного она дороже, а то и сравнимые цены довольно-таки, а то вдруг покажется и меньше. Поэтому будем рассказывать вам, сколько стоит берез, сколько стоит машины, сколько стоит развлечений и так далее. Все, увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы последние вышли из СМУ. 22 градуса тепла. Короче, мы сейчас идем, как и в Майами, отдельный центр, где предоставляют автомобили. Вот мы сейчас еще в его шаттл до рентал-карт-центра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, полетели из Москвы. 13 часов перелет. Мы в Лос-Анджелесе. Значит, было очень много разных перетрубаций. Там надо было отставить какую-то очередь. Но вот с таможней всегда такая засада. Тут очень длинные очереди. Очень много желающих. Понятно, мы летим в самое оживленное место. Одно из самых оживленных мест на планете. Что в Майами мы летали, что в Лос-Анджелес, что в Нью-Йорк. Вот, прилетели, получили машину. Значит, летели мы компанией Аэрофлот. Прямой перелет из Москвы. Кому нужна стоимость, стоит это 33 тысячи на человека. Но для детей, естественно, скидки. Значит, большая удача нас ждала с машиной. Машину мы каким-то образом забронировали. Это была Черная Пятница. В ноябре заказана. Да, стоит она 2 тысячи рублей. Нам прямо? 2 тысячи рублей в день. Мы взяли машину 4х4. Сейчас у нас квест. Сейчас у нас очень важный квест. Все дело в том, что мы живем в Лос-Анджелесе. Там в двух местах мы будем жить за наш приезд. Первый раз мы будем жить в районе Голливуд. Там у нас апартаменты. Второй раз мы будем жить где-то в районе Венес-Бича. Мы хотели у моря пожить. Сейчас мы едем на первую локацию. И там есть квест с ключами. Короче, сейчас мы пойдем и заберем. Давай, идем снимать. Сверхзабавная канитель. Сверхзабавная. Так, что это такое? Смотрите, мы подходим к какому-то дому. Вот здесь висят ключи. Нас интересует 65-й. Вот он наш. Нам надо открыть сейф. Ввести код. Вот здесь. Вот ключи от нашей хаты. Вот такая история. Прикиньте. It's my key philosophy. Это действительно было так. Ну еще бы это было не так. Вот ключи. А я не знаю. Нашли сон. Открываем. Ух! А что делать? Ух! Что делать? Ух! 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 Наверное, нужно рассказать, в какой квартире мы живем. Это однокомнатная квартира. Здесь есть спальня, здесь есть кухня, здесь есть общая гостиная с диваном и телевизором. Что вам рассказываю, проще показать. Пойдемте, пройдемся. Пойдем. Есть несколько вариантов. Можем сейчас поехать в 10 часов. Есть вариант поехать нам сейчас в обсерваторию, которая рядом с нами расположена. И если там удачный день, то мы посмотрим на весь город эту панораму. Есть вариант сразу махануть на пляж. Итак, едем мы на пляж Санта-Моника. Один из самых известных пляжей в Лос-Анджелесе. Санта-Моника. Идем на Санта-Моника пирс. Это такой развлекательный пирс. Короче, пирс, который уходит далеко в море. На нем расположены разные магазинчики, разные аттракционы. Ресторанчики, кафешки. Ну, тут очень много всего. Это их удивительная, да, такая особенность. Они умеют превращать любые достопримечательности в торговые точки. Реально. Вот и сама Катюша. Это отрасльная. Это чайка, это вот, которая из... Надо положить ему денег за эту композицию. Даш, мужчина заслужил. Да, Лиза, Лиза, пусть. Отнесешь? Ну, поет он не очень, но... Вот сюда, подожди. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, в общем, что, пирс Санта-Моники, да? Что можно сказать? Прикольное место, прикольно придуманное. Здесь ловят рыбу прям, да, вот. Я могу показать одного из рыбаков. Вот, смотрите. Очень много их там с другой стороны. Здесь есть какие-то аттракционы и так далее. Потому что они сейчас не работают. Да, чуть не там, видимо, из-за погоды, что холодновато на них кататься. Но вообще, развлекательный пирс. Мама, соленая. Прикольное, что? Соленая. Что это так? Так, очень важный вопрос. Сколько стоит поесть в Америке? Вообще, очень неоднозначно, потому что есть рестораны на любой вкус, цвет и кошелек. Но в среднем вкусно поесть, и причем поесть довольно здоровую пищу. Ни Макдональдс, ни каких-то забегалов. Годы у нас примерно уходят, ну, 30 долларов, да? 30-40, да. В такие супы можно укладываться. Мы зашли на какой-то маркет. Это прям в центре Лос-Анджелеса. Улица The Group, фермерский. Кик-кик маркет, где можно попробовать еду с разных концов света. Но здесь, здесь бразильская кухня есть, уругвайская есть. Практически все представители Латинской Америки, они еще как-то разделены. Все это стоит изобилие 20 долларов. Мясо и вообще мой обед стоит 15. А вот он прикольно и рационально. Конечно, какое посещение Америки обходится без захождения в магазине, да? Так, следующая наша задача. Итак, нам надо купить сим-карту, T-Mobile нам сказали покупать, безлимитным интернетом. И еще по дороге мы зайдем в американский яблочный магазин. И я хотел посмотреть там, как он называется? HomePod? HomePod. Итак, вот колонка HomePod. Мы пытались узнать, она вообще поддерживает русский язык. Будет очень глупо, если мы ее купим. А она потом, ну на русском вообще ничего невозможно, никакие команды не выполняет и так далее. И сейчас всем, весь магазин пытается нам помочь. Здесь нельзя снимать на большую камеру, я снимаю на телефон. Весь магазин пытается нам помочь, потому что мнения разделились. Кто-то говорит, что она поддерживает русский язык, а кто-то говорит, что не поддерживает. И сейчас все носятся, узнают. Ну, это приятно, что такое большое количество людей помогает нам узнать и решить нашу проблему. Сейчас будем решать по HomePod. Итак, дамы, рассказываю. Мною был созван консилиум врачей. Баклавец как представителем профсоюза. И они постановили следующее, что сейчас на данный момент русского языка в HomePod нет. Я просто не знаю, как Лиза будет говорить. Плей за Дима Вилан. Плей за Егор Крид. Все настроения черные. Есть канадский, английский, французский, мексиканский, английский, испанский. В общем, но суть такая, что она, вся эта штука, коннектится с телефоном. А все и в телефоне понимают русскую речь. И то есть можно через телефон, ты говоришь в телефон, и, соответственно, HomePod тебя понимает и подключает. Но это нет. В общем, это сейчас процесс принять решение, да? Ну давайте мы сейчас подумаем и вернемся с этим. Ну что вы думали? Мы ее купили. Мы купили колонку. Сегодня будет музыка дома. Нас нельзя устраивать вечеринки. Но мы сегодня устроим вечеринку. Да? Дядя, дядя! Плей за колонку! Да! Ну вот, очередной день. Мы едем сейчас на Голливуд-бульвар. Чем он знаменит, мы так и не прочитали. Но, видимо, узнаем об этом, когда приедем туда. Может быть, что-то прочтем. Или так. Расскажем. Мы нашли отличный сувенир. Можно купить Оскар и подарить ему, например, лучшей бабушке, прабабушке, сестре, брату и так далее. И вручить торжественную. Давай мы сейчас купим один Оскар, подпишем его лучший подписчик. И подайся. И сыграем его. Мы на горе Голливуд. Идем к заветным буквам. У нас есть друг, который проживает в Лос-Анджелесе. И он нам сдал эту точку, откуда самый классный вид на эти буквы. Мы сюда приехали, здесь уже много народу. Поэтому точка пользуется популярностью. Ну, в общем, мечта в руках исполнена. Больше сделать нечего. Давай, посидим. Приехали в еще одно интересное место. Ну, называется обсерватория Гриффита. Когда-то давно это место принадлежало Джонату Гриффиту. С именем могу путать, может быть, он был Джон. И в 1933 году, в 1933 году, он отдал эти земли городу и сказал построить здесь обсерваторию, чтобы люди могли наблюдать за звездами и смотреть на город с высоты птичьего полета. Вот, с тех пор прошло много лет, а люди сюда приходят и смотрят на звездное небо, которое есть здесь внутри, в обсерватории, а также на вид, который открывается с этой горы. Насколько я понимаю, в физике это маятник руководства человека. А когда-то зовут ни Джонатар, а Харат. Десертный Харат. Как вы поняли, мы приехали в еще одно очень интересное место. Это арт-объект. Он расположен возле музея искусства в Лос-Анджелесе. Называется этот арт-объект Urban Light. Смотрите, как он выглядит. Кайф, да? Просто кайф. Сейчас мы посмотрим его поближе. Смотрите, как он выглядит. Вот, это такая штука называется Urban Light. Это арт-объект рядом с музеем искусств Лос-Анджелесе. Современно. Вот, есть два фонаря, собранных в одном месте. Художник положил себе такую штуку. С 1920-го по 1930-й фонари. Они были примерно одинаковые, но все равно чуть-чуть отличались. И вот он собрал все вариации этих фонарей. Двести, две штуки. Двести, две штуки. Повторяю, что здесь все просто нормально. Повторяю, что здесь проходит куча фотосессий. Все фотографируются. Ладно, место крутое. Правда, крутое? Да. Обязательно послушаю? Это по вечерам. Все, да, вечером здесь круто. Я не знаю, как здесь днем. Сейчас еще раз пробежимся и все поймем. Повторяю, что здесь проходит куча фонаря.